МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Итоги на ТВ-3». Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. И вначале о главных событиях сегодняшнего дня. Президент и премьер договорились, заседание Совета нацбезопасности примет участие в высшее руководство страны. Два года перемен и автономия для мятежных регионов. Иракли-Карибашвили о достижениях и европейской перспективе. Высокий каблук, юбка, презентабельный внешний вид. В Грузии слабый пол переходит в сильные сферы. Премьер-министр Грузии Иракли-Карибашвили примет участие в заседании Совета национальной безопасности страны, которое состоится 28 октября по требованию президента Георгия Маргулашвили. Об этом говорится в сообщении правительства Грузии. Также отмечается, что правительство выражает обеспокоенность с предлагаемым оформлением договора о союзничестве и интеграции между Абхазией и Российской Федерацией. И премьер-министр вместе с членами правительства готов принять участие в любом формате встречи, которые будут посвящены рассмотрению важнейшего для страны вопроса. Два года перемены отчета о проделанной работе представил сегодня общественности премьер-министр Грузии. Иракли-Карибашвили отметил, главная ценность для правящей коалиции – человек. Особое внимание Гарибашвили уделил проблеме оккупированных территорий. В ходе своей речи глава правительства предложил Абхазам и Осетинам автономию в составе Грузии и европейскую перспективу. У нас действительно имеется перспектива большого развития, но мы не хотим развития без вас. Так что хочу еще раз призвать всех наших абхазских и осетинских братьев еще раз хорошо проанализируйте и подумайте, что это территория единой Грузии. У вас была автономная республика, и мы предлагаем тоже автономию. Но в составе единой сильной Грузии, где мы вместе будем жить спокойно. Это еще одно мое братское и дружественное предложение. При этом Иракли Гарибашвили отметил в сегодняшней реалии в связи с оккупированными территориями результат необдуманной политики прежней власти. По словам главы правительства, то, что происходит сегодня в Абхазии и Южной Осетии – тяжелейшее наследство, которое оставило единое национальное движение. То, что происходит сегодня в Абхазии и Южной Осетии, для нас это тяжелейшее наследство. Тяжелейший вопрос – это то, что нам оставило национальное движение. Сегодня мы пожинаем результаты языка ненависти, их необдуманных шагов, в первую очередь Саакашвили, их несбалансированной политики, необдуманной антигосударственной политики. Результатом именно этой политики является то, что сегодня 20% территории Грузии оккупированы Россией и на территории страны протянуты новые проволочные заграждения. Иракли Гарибашвили не применил рассказать о самых важных, по его мнению, достижениях правящей коалиции. По словам премьера, в первую очередь это изменения в пенитенциарной системе. Глава правительства также положительно оценил изменения в сельскохозяйственной сфере, сферах образования и здравоохранения. При этом Гарибашвили подчеркнул, во всех секторах отмечается серьезный прогресс. Особенно я хочу подчеркнуть программу «Производи в Грузии». Это была моя мечта. Ее осуществление мы начали совсем недавно, всего несколько месяцев назад. За этот промежуток времени уже профинансированы 25 новых производств. Без помощи грузинским производителям наша экономика вперед не пойдет. Речь премьер-министра вызвала в политических кругах разрозненную реакцию. Соратники главы правительства оценили ее как выдающуюся. А вот представители партии «Единое национальное движение», о которой Иракли Гарибашвили отозвался довольно нелестно, считают. Выступление премьера было неадекватным. Этих людей Иванишвили привел во власть ложью. Они продолжают вести политику лжи. Если бы в экономике страны все было бы в порядке, с бюджетом проблем бы не возникло. Два года подряд правительство не может выполнить бюджет. Речь была очень впечатляющей. Много, о чем говорил премьер, я сама не знала. Я довольна и горда нашими достижениями. Важно, что отчет премьера состоял из конкретных фактов. Мне, как рядовому гражданину, очень понравилось выступление. Наше правительство действительно ориентировано на развитие. Правительство, которое смотрит только вперед. Это были тяжелые два года, учитывая наследство, которое получила Грузия. Мы многого достигли. Об этом свидетельствует и бюджет 2013-2014. Бюджет на будущий год. Мы ориентированы на урегулирование социальных проблем населения. Правительство Грузии разработало трехлетний план развития, который предусматривает полную модернизацию страны. Об этом заявил министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили в ходе презентации отчета о деятельности правительства страны за последние два года. Экспорт увеличился на 27%. Оформлено соглашение о свободной всеобъемлющей торговле с ЕС, отметил Квирикашвили. По словам министра экономики, в последнее время в Грузии развивается и туристическая сфера. Количество визитеров значительно возросло. Эти два года были особенно интересными. Думаю, что мы получили хороший результат. Экспорт увеличился на 27%. Оформлено соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле с ЕС. Именно в целях развития этого направления мы разработали рабочий план. Кроме этого, у нас есть еще план, рассчитанный на три года. Он предусматривает модернизацию экономики Грузии. Необходимо отметить и то, что с точки зрения развития инфраструктуры за последний период нами было осуществлено множество проектов. Программа «Производи в Грузии» и проекты по развитию сельского хозяйства оказались очень эффективными. Аэрофлот в Тбилиси. После продолжительной паузы российская авиакомпания осуществила прямой рейс в грузинскую столицу. Полеты будут осуществляться ежедневно. Билет в оба конца в среднем стоит 350 евро. Однако до 23 ноября его можно будет приобрести за 230 евро. Кроме аэрофлота, заявки на осуществление регулярных рейсов в грузинскую столицу также подали уральские авиалинии и авиакомпания «Глобус». Напомню, регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 года с висвооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. До сегодняшнего дня прямые рейсы между Россией и Грузией выполнялись в чартерном режиме в Москву и Екатеринбург из Тбилиси, Батумии и Кутаиси. Их осуществляет авиакомпания «Сибирь» и «Уральские авиалинии» с грузинской стороны «Джорджио Эйлэйс». Аэрофлот особенно важен, поскольку он будет выполнять рейсы по направлению Москвы 7 раз в неделю. У населения будет возможность выбрать авиакомпанию и желаемую дату. Ближе к зиме мы ожидаем, что еще ряд авиакомпаний начнет осуществлять рейсы в направлении России. Наша авиакомпания возобновляет рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Мы надеемся, что наши пассажиры оценят качество обслуживания нашими рейсами. Это очень важно как для жителей Тбилиси, так и для жителей Москвы. Очень хорошо, что возобновили регулярные рейсы. Только хочу поблагодарить авиакомпанию. В Грузии строится предприятие «Панекс» по производству так называемых сэндвич-панелей. Это многослойный строительный материал. Проект осуществляет партнерский фонд Грузии совместно с местной компанией ICS. Сообщили в грузинском экономическом ведомстве. Предприятие по производству сэндвич-панелей строится на Руставской трассе недалеко от Тбилиси. Продукция предприятия «Панекс» появится на рынке в начале 2015 года. Полный объем инвестиций составляет 6 миллионов долларов. Представители «Панекс» заявляют, что часть продукции будет реализована на местном рынке, а часть будет экспортироваться. Производственная линия будет итальянской, запланированная мощность, которая в год составит около 3 миллионов квадратных метров панелей. Владелецом 49% капитала «Панекс» является акционерное общество «Партнерский фонд». Высокий каблук, юбка, презентабельный внешний вид. Женщины в бизнесе. Успешных предпринимательств становится все больше. Слабый пол переходит в сильные сферы. Впрочем, представители сильного пола в Грузии пока не видят в бизнес-леди конкурентов. А напрасно, как выяснилось, грузинские женщины идут к успеху уверенно и стремительно. В чем секрет успешных бизнес-леди, пыталась выяснить моя коллега Грета Айвазя. В грузинском обществе, которое пока еще на пути достижения гендерного равновесия, к бизнесу на высоких каблуках относится с некоторой долей скептицизма. Впрочем, грузинские женщины не перестают удивлять и доказывать обратное. Бизнес спорится и в изящных женских руках. Марго Жизневская занимается бизнесом с 15 лет. Уже в 19 стал директором инвестиционной компании, 22 – владельцем собственной брокерской компании. На пути к успеху, признается Марго, ей не раз приходилось сталкиваться с неким пренебрежением со стороны представителей сильного пола. Они зачастую не верили в ее успех. Но время показало обратное. Маргарита сегодня делится опытом и советует предприимчивым женщинам ни в коем случае не уподобляться мужчинам в бизнесе, а умело использовать свои лучшие женские качества. Это уже половина успеха. Говорит Маргом. Есть момент несерьезности, то есть несерьезного отношения к тебе на первом этапе, когда тебя никто не знает. Соответственно, с этим очень мало кто умеет бороться. А на самом деле бороться не стоит вовсе. Нужно просто тихо, мирно делать свое дело, не смотреть на то, что думают остальные люди. Нужно смириться с тем, что женщине придется вдвое больше работать. Однако методы ведения бизнеса у женщин сильно отличаются от мужских, добавляют бизнес-леди. Управлением бизнесом для них подобно управлению семьей, утверждают эксперты. Впрочем, грузинский менталитет дает о себе знать. Мужчина зачастую играет главенствующую роль и не терпит приказов. С партнером-мужчиной лучше беседовать мягко, но в то же время четко и обоснованно, советует молодая бизнес-леди. Но чтобы бизнес был успешным, его руководитель должен быть продуктивным, а значит, хорошо отдыхать, говорит Маргарита. Она называет это элементами разгрузки. Их у нее несколько. Игра в теннис, йога, фитнес. Список можно продолжить. Однако любимое занятие Марго Жизневской – это конный спорт. Лучший, как она считает, способ избавиться от негативных эмоций и поднять себе настроение. К тому же этот вид спорта в каком-то роде похож на бизнес Марго. Лошадь столь же непредсказуемая, как и тенденции роста акций на рынках, иронизирует Маргарита. Ты полностью концентрирована на том, чтобы уловить характер и как бы в темп с ней бежать. Это похоже на рынки. Это не поймешь. Действительно, куда и как. Хотя можно спрогнозировать, и можно подружиться как с рынками, так и с лошадкой. И тогда она будет очень неплохим тебе компаньоном и союзником, и даже помощником. Стремление стать успешной, создать нечто свое, улучшить свое финансовое положение привело Майю Георгу Биани сюда. Салон красоты Меланджи. Это лишь один из филиалов. Майя владелится целой сети салонов. За 7 лет предпринимательской деятельности Майя пришла к выводу, который вряд ли понравится представителям сильного пола. Женщина может вести бизнес даже лучше мужчин, считает Майя. Я за гендерную равномерность, равноправность. И все зависит от личности человека. Есть и мужчины, и женщины, которым не удается бизнес. И есть наоборот. То же самое, наверное, можно сказать о вождении автомобиля. Сеть салонов красоты – это не конечная цель Майи. Продолжать свою деятельность она собирается и дальше. Помимо салонов красоты, она владеет школой-мастерской по визажу. Я поняла, что здесь я могу реализовать себя и, может быть, поправить даже финансовое положение. Потому что, в принципе, конечная цель любого бизнеса – это прибыль. Бизнес на высоких каблуках цветет и пахнет, как и сами бизнес-вумен. В Грузии число женщин, приходящих в бизнес, увеличивается с каждым годом. Еще одна положительная тенденция заключается в том, что постепенно увеличивается и число мужчин, верящих в бизнес на высоких каблуках. Сегодня исполнился ровно год со дня избрания Георгия Маргалашвили президентом Грузии. Он был избран на высший государственный пост 27 октября 2013 года. До того был вице-премьером и министром образования и науки Грузии. Коалиция «Грузинская мечта» назвала Георгия Маргалашвили своим кандидатом в президенты в мае прошлого года. На выборах будущего президента поддержали более 62% пришедших на участки для голосования. Наукрация четвертого президента Грузии состоялась 17 ноября 2013 года. С момента принесения присяги в силу вступила новая конституционная модель. Изменилась форма государственного управления. Полномочия президента были ограничены. Он больше не является главой исполнительной власти и в формировании правительства принимает лишь формальное участие. В Тбилиси прибыли члены группы друзей Грузии иранского Меджилиса. В рамках визита состоялась встреча с главой МИД Майя Панджикидзе. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и отметили, что отношения между двумя странами должны еще более углубиться. Иранская делегация покинет Грузию 1 ноября. Глава МИД Грузии сегодня также принимала делегацию эстонского парламента. Стороны обсудили процесс имплементации соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, процесс либерализации визового режима, а также вопросы двустороннего сотрудничества Грузии и Эстонии. Эстонскую делегацию возглавляет руководитель парламентского комитета по делам Евросоюза Калли Паллинг. Эстония дружественная Грузии страна. Разумеется, мы поддерживаем территориальную целостность Грузии. И мы возмущены ситуацией в Абхазии, оцениваем соглашение, которое она должна подписать с Россией, как аннексию. Во время встречи мы обсудили вопросы, связанные с соглашением об ассоциации с ЕС и вопросы касательно либерализации визового режима. В министерстве по делам вынуждено переселенных лиц и расселению открылся новый приемный центр. В церемонии открытия приняли участие глава ведомства Сузар Субари и представители Верховного комиссара ООН Симона Волкен. Центр расположен в здании министерства и оборудован в соответствии с международно признанными стандартами. С помощью приемного центра соискатели убежища смогут оформить запрос на международную защиту и получить всю необходимую информацию о процедурах предоставления убежища, а также своих правах. Очень важно, что сегодня открылся новый приемный центр, так как число людей, которые просят убежище в Грузии, с каждым годом растет. Их количество уже достигло 1400. Этот центр сможет ежегодно обслуживать до 400 человек. Верховный комиссар ООН по делам беженцев поздравляет Грузию с этой победой. Это на самом деле важный и успешный проект. Мы приветствуем тот факт, что в Грузии уже есть так хорошо оборудованный центр, и он может принять людей, прошедших через непростые ситуации с любой точки земного шара. Сотрудники центра будут сталкиваться со многими сложностями, но они должны быть готовы оказать резидентам приюта необходимую помощь. Стихия в Эмеретсе. Сильный ветер в Кутаисе полностью сорвал крыши с семи жилых корпусов. К счастью, никто не пострадал. По словам местных жителей, здания были отремонтированы несколько лет назад. Население просит помощи у руководства страны. Ветер сорвал крышу соседнего дома и принес ее сюда. Мы в таком положении. Надеемся на помощь. При первом же дожде будут затоплены все пять этажей нашего корпуса. В половине седьмого ветер сорвал полкрыши и перенес ее сюда. Обломки упали на машину. А днем мне позвонили из дома и сказали, что сорвана и вторая часть крыши. Подкидыш в Кутаисе. В подъезде одного из домов поселка автозавода. Местные жители нашли новорожденного. Как заявляет одна из свидетельниц, она обнаружила на пороге дверей своей квартиры завернутого в целлофановый пакет живого младенца. По информации врачей, на данный момент жизнь ребенка вне опасности. Было примерно 10 часов вечера, когда позвонили в дверь. Выглянув в подъезд, я услышала разговор соседей. Они обсуждали странный пакет. Кто-то сказал, думаю, это не кошка, а ребенок. Я сдвинула пакет и увидела, что на моем пороге завернутый в одеяло живой ребенок. Мальчик. По состоянию ребенка видно, что он родился сегодня. Пуповина еще не отпала. У новорожденного была немного низкая температура. Сейчас он чувствует себя хорошо. Малыш полностью здоров. Ненадолго прервемся. Никуда не переключайтесь. Далее в программе вы увидите. Украина сделала свой выбор. В стране подводят итоги голосования в Верховную Раду. Россия признала украинские выборы состоявшимися, но ложку дегтя подложила. В Москве посоветовали новой Верховной Раде стремиться к дипломатическому решению проблем, которым привели действия Киева. Блок Петра Порошенко намерен лишить своего духовного лидера, президента Украины, неприкосновенности. Руководитель партии Юрий Луценко высказался за отмену иммунитета для всех высших государственных чиновников. Продолжение следует... Знаковые события и решения, которые нельзя игнорировать. Мы работаем, чтобы вы были в курсе. Мы говорим о том, что имеет значение. Каждый день в 22.00 смотрите. Итоги. Русская служба новостей на ТВ-3. Нам есть что рассказать. Вы смотрите Итоги на ТВ-3. Продолжаем выпуск. Президент Грузии Георгий Маргалашвили поздравил украинский народ с проведением демократических парламентских выборов. Он еще раз выразил твердую поддержку Грузии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Глава грузинского государства пожелал Верховной Раде нового созыва успешной деятельности в сложнейший период во благо украинского народа и страны. Украина сделала свой выбор. В стране подводят итоги голосования высший законодательный орган. По предварительным данным, Верховную Раду проходят четыре партии и два политических блока. Упроевропейских сил большинство в парламенте Украины. На него прошли бывшие элиты и популисты. Старая система еще не отмерла, отмечают аналитики. Но у страны есть шанс. Активисты Майдана стали победителями этих выборов, так же, как и партии, поддержавшие смену власти. Прежде всего, это президентский блок Петра Порошенко и Народный фронт главы правительства Арсения Яценюка. Лидеры этих политических движений уже заявили о намерении создать коалицию в течение десяти дней. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения в Конституции. В том числе, изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Лидирующий сейчас с небольшим перевесом Народный фронт занимает жесткую позицию по антитеррористической операции на востоке Украины. Пропрезидентский блок, созданный на основе солидарности удара, занимает более мягкую позицию. Но вектор развития обеих политических сил направлен в одну сторону. В основе новой коалиции будет лежать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Я надеюсь, что новое правительство будет сформировано исключительно из профессионалов, которые в состоянии проводить реформы и преобразовать Украину. Усложнить конструктивную работу парламента могут популисты и националисты. Но они получили куда меньше голосов, чем ожидалось. Самопомощь мэра Львова Андрея Садова и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко на третьем месте. Это сенсационный успех новичка в украинской политике. Осколки партии регионов под названием «Оппозиционный блок» сейчас идут на четвертой позиции. Впрочем, экзит-полы предрекали им еще более низкий результат. И хотелось бы изменений каких-то, перемен хотелось бы. Ну, надеемся, что вот теперь, по крайней мере, партии регионов не будет в таком количестве. Количеством депутатов не порадует радикальная партия Олега Лешко и блок Юлия Тимошенко «Батькиевщина». Они едва преодолели 5-процентный барьер. Украинский Жириновский, как Лешко называют в СМИ, явно разочарован. Он рассчитывал на второе место и двузначный результат. Не в фаворе уже и «Оранжевая принцесса» националистической партии «Свобода» Олега Тягнебока и «Правый сектор», признанный в России экстремистской организацией, провалили выборы. При этом лидер «Правого сектора» Дмитрий Яруш все же станет депутатом Рады. Он лидирует по одномандатному округу в своей родной Днепропетровской области. Хотелось бы, чтобы поменьше вот этих регионалов было. Вообще коммунистов не было там. И чтобы, ну, парламент был лучше, намного лучше, чем вот был предыдущий. По результатам всех экзит-пола, высший законодательный орган не проходит коммунистическая партия. Таким образом, новая Верховная Рада будет первым украинским парламентом без коммунистов. По данным пресс-службы Центра избиркома Украины, полные электронные данные по результатам выборов в парламент ожидаются вечером в среду или утром в четверг. В любом случае, Верховная Рада восьмого созыва считается избранной. Выбор украинцев таков. Поворота вправо не произошло, как предрекали российские СМИ, увлечающие Киев в распространении фашизма. Страна подтвердила курс на Запад. Международная реакция на итоги выборов в Верховную Раду оказалась предсказуема. Западные политики заверили, они продолжат поддерживать народ Украины, который взял курс на новую историю. Историю под названием «Поближе к ЕС и подальше от России». Как победу демократии расценила результаты голосования председателя Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Насрочный выбор украинцев поддержали из США. Несмотря на то, что активность избирателей была худшей за всю историю проведения голосования на Украине. В районе 53%. Соединенные Штаты признали ход голосования позитивным. В Польше вовсе не стали скупиться на эмоции и назвали выборы 2014 лучшими в истории Украины. Влияние Москвы в украинском парламенте уменьшилось. Там теперь не будет ни коммунистов, ни явных агентов России. Впрочем, в состав Рады войдут и люди, которые пока скрывают свою настоящую политическую ориентацию. Не стали скрывать свою позицию и в Москве. Россия признала украинские выборы состоявшимися, но ложку дегтя все же подложила. Несмотря на жесткую и грязную кампанию, выборы состоялись, заявили на Смоленской площади. День посоветовали новой Верховной Раде наладить инклюзивный диалог со всем обществом, выйти на прямые контакты с представителями регионов и стремиться к дипломатическому решению проблем, которым привели действия Киева. Это была цитата. Предсказуемой оказалась и реакция пророссийских сил бунтующего востока страны. Первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрей Пургин сказал, что выборы, проходившие в атмосфере войны и запугивания людей, трудно назвать свободными и открытыми. Это фарс, но фарс на их территории. Пусть выбирают, кого хотят, заявил Пургин, добавив, что ДНР продолжит диалог с Киевом при участии посредников. Тем временем Донбасс готовится к еще одному голосованию, к своему. Самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках 2 ноября будут выбирать главы парламента так называемой Новороссии. Тем временем блок Петра Порошенко намерен лишить своего духовного лидера, президента Украины, неприкосновенности. Руководитель партии Юрий Луценко высказался за отмену иммунитета для всех высших государственных чиновников, включая депутатов Верховной Рады и судей. Соответствующую инициативу блок Петра Порошенко намерен инициировать, как только заработает парламент нового созыва. Сам украинский президент высказался за реформирование структуры Рады и правительства. В частности, по мнению Петра Алексеевича, необходимо сократить количество парламентских комитетов и должностей в кабинете министров. Я уверен, что мы будем иметь новый уровень. Еще одни выборы. Правда, на этот раз прогнозируем, хоть и неубедительным результатом. Президент Бразилии Дилана Русеф переизбрана на новый срок. В ходе второго тура за него проголосовалось выше 51% избирателей. Согласно официальным данным, соперник Русеф, правоцентрист Эсио Найвес, получил чуть больше 48% голосов. Как отмечают наблюдатели, разрыв между двумя претендентами был самым незначительным за многие десятилетия. Оба кандидата в ходе агрессивной предвыборной кампании обещали перезапустить бразильскую экономику и сделать ее более конкурентоспособной. Хотя окончательные результаты станут известны позже, уже очевидно, что у Найвеса нет шансов догнать соперницу. Выборы показали, бедные слои населения Бразилии по-прежнему активно поддерживают президента левоцентриста. Во многом благодаря запущенным ее партии программам социальной помощи. Сегодня я намного сильнее, более уравновешенная, более зрелая. Я готова для миссии, которую вы мне поручили. Бразилия, твоя дочь в очередной раз готова идти за тебя в бой. Россия теряет квалифицированных специалистов. Причина – западные санкции. Утечка мозгов за рубеж стала следствием появившихся в последнее время серьезных проблем с финансированием проектов. По статистике, за первые 8 месяцев нынешнего года из России мигрировали более 200 тысяч человек. Агентство «Бломберг» напоминает. Недавно Россию покинул основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров, который незадолго до отъезда жаловался на давление со стороны властей. Его примеру последовали многие. Западная пресса отмечает. Большое количество ученых и специалистов покинули Россию еще после развала Советского Союза. Владимир Путин постарался повернуть вспять. Процесс утечки мозгов продвигает такие проекты, как «Сколково». Однако инновационный комплекс, который должен был сдать и должны были сдать еще в прошлом году, в значительной степени остается обширной стройплощадкой, отмечает «Бломберг». Это были главные новости, о которых мы успели вам рассказать. Меня зовут Владимир Унанянц. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова